Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Москве. Мы удалось согласовать на сегодня трехстороннюю встречу министров иностранных дел. Прежде всего, встречу между вами и азербайджанским коллегой Российской Федерации предоставляет свою площадку и будет стараться создать необходимые условия для дальнейшего прогресса в ваших переговорах по всем тем задачам, которые сформулированы в трехсторонних заявлениях президентов России, Азербайджана и премьер-министра Республики Армения. Мы очень оценили участие Николова Пашиняна в мероприятиях, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне народов Советского Союза, присутствии на параде 9 мая. И рассчитываем, что на сессии Высшего Евразийского экономического совета также Николай Лаваевич сможет принять участие. Она состоится 25 мая в Москве. Это тоже будет важным мероприятием. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать продвигать вперед все договоренности между нашими руководителями, прежде всего, торгово-экономическое взаимодействие, которое стало настоящим локомотивом российско-армянских связей. И думаю, что коснемся также вопросов нашего взаимодействия в рамках интеграционных объединений ОДКБ, Евразийский экономический союз и СНГ. Ну, конечно, главная тема для сегодняшних мероприятий – это нормализация связей между Арменией и Азербайджаном. И здесь, как я уже сказал, роль трехсторонних заявлений, трехсторонних договоренностей, под которыми стоят подписи руководителей трех стран, весьма и весьма значительно и должна иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам и касательно мирного договора, и в отношении разблокирования коммуникаций, и делимитации с последующей демаркацией границы. Я думаю, что прогресс на всех этих направлениях – ключевое условие для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Россия играет в этом регионе историческую роль и имеет самые серьезные интересы, и убежден, что наши союзники это понимают. Так что в этом качестве будем стремиться сделать все возможное, чтобы сегодня предстоящие сегодня мероприятия были полезными и достигли конкретных результатов. Еще раз добро пожаловать. Уважаемый Сергей Викторович, очень рад нашей встрече, этой очередной возможности поговорить по наболевшим темам, поговорить о ситуации на Южном Кавказе и провести очередной раунд переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армения, как всегда, участвует в переговорах весьма конструктивно. Мы нацелены на долгосрочный мир в нашем регионе. Армения остается приверженной трехсторонним заявлениям лидеров наших стран, начиная от заявления от 9 ноября 2020 года и всем последующим. К сожалению, ситуация, как говорится, на земле несколько иная. Параллельно с переговорами мы периодически видим эскалацию ситуации на земле со стороны Азербайджана. Мы видим вторжение на территорию, в суверенную территорию Республики Армения. Мы видим грубое нарушение того же заявления от 9 ноября. Последнее такое проявление было попытка установления контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Хотя в заявлении от 9 ноября очень четко сформулирован режим Лачинского коридора. Коридор должен оставаться под контролем Российской Федерации. Но, к сожалению, сейчас невозможно констатировать, что Российская Федерация контролирует Лачинский коридор. Мы будем участвовать с переговором. Мы готовы, как я уже сказал, Сергей Викторович, и благодарю за эту возможность. Продолжение следует... Продолжение следует...